Всем, кто будет смотреть в интернете, привет! Вам тоже всем привет! Вторая наша встреча. Будем разбираться с арифметикой остатков. Ну и будем... Мы наполовину затронем основную теорему арифметики. Наполовину. А на другую половину, во все ее подробности, я это оставлю Мите на следующий раз. То есть мы как бы к ней приступаем такими наплывами. В тот раз мы ее использовали, сформулировали и использовали. И решили уравнение y от равной x кубе минус 1. Теперь мы ее еще раз вспомним добрым словом, когда будем заниматься остатками. И уже с некоторого момента мы ее докажем. И сформулируем строго, и докажем с некоторого момента. А вот этот момент, почему он может быть обеспечен? Это уже как раз Дмитрий в следующий раз подробнейшим образом изложит. Будет лекция про евклидовые кольца. Ну а мы пока живем в следующей ситуации. Да, некоторое время. Некоторое время живем в такой ситуации. Я хочу сейчас сформулировать основную теорему арифметики. Для произвольного целостного кольца. Что такое целостное кольцо? Да блин. Все-таки какой же писал, а? Вот этот. Ну этот более-менее, да? Целостное кольцо. С единицей. Ну, как бы у нас других не будет. Давайте я уже определю этот объект. Хотя, наверное, вы уже его, как вы на семинарах, да? Вот. Значит, плюс. К запятая плюс — это группа. То есть есть сложение, относительно которой элементы образуют группу. Так. Группы были, да, уже? То есть, соответственно, есть ноль, есть группа А-белева. А, у нас в середине перерыв, правильно? Я спринтерским образом сбегаю за фломастерами. Можете засечь, сколько получится времени. Ну, может, чуть-чуть дольше, чем перерыв. Но я принесу, и будет дальше нормально. Вот. Вот. Группа А-белева, то есть А плюс Б равно Б плюс А. Ну, то, что группа означает ассоциативность сложения, наличие нуля и противоположного. Теперь дальше. Есть умножение. Относительно него есть единица, то есть нейтральный элемент 1 умножить на А равно А. Для любого А. Есть ассоциативность умножения. Целостное ассоциативное коммутативное. Вот если полный, да? Вот полная его характеристика. Целостное ассоциативное коммутативное кольцо с единицей. Вот. Коммутативное означает, что А-б равно Б-А. В любом кольце А плюс Б равно Б плюс А. В любом. Когда говорится коммутативное кольцо, имеется в виду только умножение. По умножению коммутативное. Потому что бывают и не коммутативные кольца, но в них сложение все равно будет всем абсолютно свойственным. Мобильевую группу удовлетворять. Вот. Значит, ну и вот единственный досадный момент. Да, и ассоциативное тоже относится, естественно, к умножению. Единственный досадный, но на самом деле очень радостный момент, что не всегда можно делить. Не всегда есть обратный элемент. И вот это как раз очень весело. Это как раз очень хорошо, потому что в результате возникает теория делимости. Ну и чтобы этот момент заострить, мы выделяем К со звездой. Что такое? Было у вас К со звездой? Было? Было. То есть множество всех А из К, таких, что А в минус первый, существует. Вот. Отлично. Значит, отлично, отлично, отлично. и целостное означает, что произведение двух ненулевых не может быть нулем. Вот. Ну и вот в этой ситуации вот это вот множество играет некоторую очень важную роль. Во-первых, это группа по умножению. Шмар. Да. Группа по умножению. Это раз. Значит, ну, как, видимо, по очевидным причинам. Аб минус первый это B минус первый умножить на а в минус первый. Ну, то есть 1 разделить на b равно 1 разделить на а умножить на 1 разделить на b. То есть если есть для двух элементов обратный, то и для произведения тоже есть обратный. Ну, и обратный для обратного это он сам. А и А в минус первой парой входят, парой взаимнообратных. Поэтому все аксиомы группы по умножению здесь выполнены. И, собственно, вот эта вот группа внутри кольца, с точностью до нее происходит любое рассуждение про делимость. В любом кольце с точностью до нее. То есть мы даем определение делимости, ну, наверное, было, да, уже в любом кольце А делится на Б. В том случае, когда существует С, такое, что БС равно А. Здесь я там, все эти существа, из К, из К, из К, понятно. Все из кольца К. Вот. Ну, есть, кстати, некоторые приколы. Например, 0 делится на 0. Вы знаете, да, что формально, если мы будем подходить к делу, то 0 делится на 0. Вот отловите кого-нибудь на улице, да, как... Я езжу все время в разных поездах, самолетах летаю. И некоторых моих соседей иногда интересуют, чем я там занимаюсь. И они начинают, типа, а что это у вас? Что это такое? А кто? Я говорю, отлично. А 0 на 0 делится или нет? Вот. Ну, то есть, как бы, я начинаю задавать разные наводящие вопросы. Ну, вот 0 на 0 делится ли 0 на 0, это практически все население нашей страны вводит в полный ступор. То есть, как вроде на 0 делить нельзя, да? Но, с другой стороны, мы 0 же делим, да? 0 можно делить на 0? 1, конечно, нельзя разделить на 0. Строго, формально не существует такого, чтобы при умножении на 0 давал 1. Потому что 0 все время может получаться. А вот 0 на 0. Но вот и большинство людей путается и не понимает. Ну, и с этого момента, если человеку действительно интересно, он там посидит со мной в самолете и выйдет уже немножко в другом математическом состоянии. И будет знать, что 0 на 0 делится, но результат неоднозначный. Результат является всем кольцом, всеми элементами кольца. Поэтому однозначного деления нет. И поэтому, как бы, можно делить 0 на 0, это вопрос вкуса. Хотите, делите, но в результате получится все кольцо. Хотите, не делите. Вот, значит, ну и вот есть там целый ряд утверждений, что а делится на b в том и только том случае, когда а делится на, давайте как-нибудь назовем, сигма, да? Сигма b для любого сигма из кассы звездой. А делится на b в том и только в том случае, когда сигма делится на b для любого сигма из кассы звездой. То есть я могу эту, значит, делимость, я могу сюда что угодно из кассы звездой напихать и сюда что угодно из кассы звездой напихать. Ну, я думаю, что это понятные, да, упражнения, я могу их оставить вполне. То есть это вот как бы то, что можно формально вывести из этого этот факт. Просто следует из того, что 1 делится на любой элемент отсюда, да? 1 делится на а для любого а из кассы звездой. И это есть характеризация кассы звездой. Вот. Прекрасно. Значит, теперь, собственно говоря, я хочу сформулировать основную теорему арифметики. Строго сформулировать. Значит, формулировка состоит из двух моментов. И, значит, основная теорема арифметики, часть 1. Основная теорема арифметики, подготовительная. Подготовительная часть такая. Элемент А, давайте, А из К. Значит, за вычетом мы хотим вычесть как 0, так и касса звездой множество целиком. Значит, как бы минус 0. Ну, сейчас тут какая-то понятно. Значит, элемент А из кольца, который не нулевой и не обратимый. То есть, не из кольца касса звездой и не равен нулю. Значит, вот такой элемент. Про него мы спрашиваем, можно ли его разложить на простые множители, да? А что такое простое? Я еще не сказал, что такое простое число. Значит, в высоких книгах вы найдете примитивный элемент и простой элемент. Но мне не хочется городить огород, потому что мы не будем иметь дело с кольцами, где неоднозначное разложение на множестве. Может, только в качестве абсурдного примера приведем какие-то моменты, но вся наша жизнь пройдет в нормальных кольцах, в которых основная теорема арифметики верна. А там их не надо разделять, простые и неприводимые. Поэтому я просто буду говорить простой. Вот. Значит, итак, что такое простой? Простой ПСК опять же за вычетом вот этих, да, нуля и КСОЗВЕЗДОЙ. Мы не спрашиваем про ноль, простой ли он, или про КСОЗВЕЗДОЙ. То есть все вопросы делимости всегда относятся только к ненулевым элементам и необратимым. То есть и ненулевым, и необратимым. И такой элемент простой, если его делители это КСОЗВЕЗДОЙ объединение с П КСОЗВЕЗДОЙ. Здесь вот это вот умножение по Минковскому. Что значит умножение по Минковскому? Вообще любая операция, если я вслед за какой-то операцией говорю по Минковскому, это значит, что она переносится на подмножество. И вот это, например, это когда я П умножил на все элементы из КСОЗВЕЗДОЙ по очереди. И рассмотрел соответствующее множество. То есть множество П на КСОЗВЕЗДОЙ это множество всех элементов вида ПХ, где Х принадлежит КСОЗВЕЗДОЙ. умножил целиком поэлементам. Так вот, обратите внимание, что какой бы элемент кольца мы не взяли, вот это и это это гарантированные делители этого элемента. Гарантированные. Потому что на обратимое делится все, что угодно, а делимость не зависит от обнажения на обратимое в силу этого очевидного упражнения. поэтому вот это вам гарантировано, но если ничего больше нет, вот тогда оно называется простым П. Вот, если у него больше нет. Это пишу. Это и все. Ну, чтобы подчеркнуть, что это-то всегда есть. Вот, это и все. Ну, и вот теперь элемент раскладывается в произведение простых, если А можно представить как конечное произведение простых. Так, я сказал, что А состоит из двух частей, на самом деле из трех. Элемент А из К за вычетом всего этого, всего этого хозяйства единственным образом раскладывается образом раскладывается в произведение простых. Если, ну, во-первых, он раскладывается, то есть давайте вот, если А1 верно, так, вот А2, элемент, если про него верно, вот А1, и из равенства A равно P1, P2, так далее, Pr равно Q1, Q2, так далее, QL, где все P2, P2, и Q2, простые, P2, Q2, простые, следует, что R равно L, во-первых, и существует биекция. Биекция. Биекция чего? Биекция между набором, ну, из набора 1 и так далее, R, понятно, да, так как R равно L, это одинаковые наборы. Вот, значит, давайте назовем ее как-нибудь Пси, такая, что P-итый, и здесь мне придется ввести новый термин, ассоциирован с Q к Си от Итая. Что значит ассоциирован? Это вот эти. Называются ассоциированы и ми с P запись вот такая, такая тильдочка, тильдочка. Вот, ну, вот, некоторое количество обозначений, некоторое количество, некоторая теория, да, но потом будет отдых, потом мы будем строить таблицы остатков, и это будет привычно, понятно и очень просто. Вот, но пока чуть-чуть вот про общее, то есть, у меня есть ассоциативное коммутативное целостное кольцо с единицей, какое угодно. У нас будет целый ряд примеров разных этих колец. Вот, значит, ну и мы говорим, мы говорим про делимость, потом мы говорим, что есть некоторые элементы, которые вот обладают свойством, что на них делятся все, на них делятся единицы, и тем самым делятся все, и они образуют группу. И вот как бы получается, что это кольцо наше, оно вот отдельно стоит ноль где-то, ноль это вон сам себе ноль, да, как код в Простоквашино, да, сам себе код. Вот, дальше идет к со звездой, это вот множество тех, которые делят единицу. А дальше для любого элемента входит вот такой вот целиком, вот такой класс ассоциированных с ним. И упражнение, которое, наверное, каждый из вас мгновенно решит, что это, ну, отношение, это как бы ассоциированность это отношение эквивалентности. Ассоциированность отношения эквивалентности, ну, потому что если первый ассоциирован со вторым, значит, их отношения, мы их можно разделить, друг другу получится обратимый. Второй с третьим ассоциирован разделить получится обратимый, а произведение двух обратимых обратимо, и значит, третий на первый тоже можно разделить. Вот, ну, и, соответственно, получается, что что это множество классов ассоциированных, классы не пересекаются, и можно организовать такое множество классов для каждого элемента, свой класс. Тут можно брать представители, то есть я мог взять вместо этого любого из этих представителей. Системы объединений дает кольцо К. Вот это все. Вот эта вся структура, она вся в объединении дает К. Вот эти объединения не связаны друг с другом. И на самом деле можно просто говорить, что делится класс на класс. t. т.к. любой элемент, если какой-то элемент класса делится на какой-то элемент другого класса, то весь тот класс целиком делится на этот класс. Ну и можно вот так мыслить Я так советую вот это вот видеть Эту ситуацию, что 0 где-то там отдельно Он делится на все А на него ни в коем случае пробовать делить Ненулевые элементы нельзя То есть он особнячком А дальше идет еще один такой выделенный класс Это класс единицы На него делятся все классы прекрасно А вот на эти классы уже Ну вот по крайней мере этот класс уже не делится Вот, то есть это уже содержательные классы И про них мы начинаем спрашивать Простой, непростой, раскладывается ли на множители Не раскладывается ли на множители То есть вот эта вся наука Она идет дальше, вот начиная отсюда и сюда И классы друг на друга делятся целиком Вот, один на другой делится Вот, но значит Надо сказать, что И тоже, наверное, вам довольно понятно будет Что если один класс делится на второй А второй на первый То что? Это один и тот же класс туда Потому что если у меня Альфа, да, делится на бета А бета делится на альфа Просто формально, да? Что это означает? Что Существует гамма такое, что альфа равно бета гамма Однако для бета делится на альфа Существует какой-то еще Значит Бета Бета равно альфа умножить на что-то еще, да? На что-то еще На что? Ну, на какой-нибудь еще дельту И у меня получается Альфа на дельта гамма равно альфа Правда? А, тогда альфа на дельта гамма минус 1 равно нулю А делитель нуля нет То есть здесь существенно, что нет делителей нуля Остатки мы будем с вами изучать Там делители нуля есть Поэтому Эта теория вообще неприменима к ним В принципе Мы не можем развивать ее даже Даже начинать развивать Потому что Дважды 4 равно нулю по модулю 8 И все рушится вообще полностью То есть ничего нельзя определить, построить Вот Поэтому для этих остатков у нас Остатки все плохие Кроме остатков отделения на простые числа Там наоборот все сразу супер И все сразу поле Но в поле как бы Всего вот Все что есть Это вот эти два класса То есть поле состоит из нуля И всего что на все Вот эти все остальные друг на друга делятся В силу свойств поля Вот Поэтому как бы для поля Никакой теории делимости нет И вообще для колец остатков Ее не может быть Потому что Те из них, которые не поля В них заведомо есть делители нуля Вот так устроены остатки Но мы с этим еще столкнемся Поэтому Вся вот эта большая и красивая теория Она строится для колец Типа целые числа Гауссовые, которые мы в тот раз разбирали Потом у нас будет очень красивое кольцо Называется число Эйзенштейна Это будет тоже подножить комплексных чисел Вот Которые мы будем изучать Еще есть кольца Значит Кольца квадратичные расширения Которые нам помогут решать уравнение пели Еще у нас будет Кольцо многочленов постоянно используется Причем В кольце многочленов поля Коэффициентов будут очень разные То одно, то другое, то третье Да Вот Но вот эти все вот перечисленные мною выше кольца Там все хорошо Ну, скажем так Они не все С основной теоремой арифметики Но они все целостные И так далее Поэтому, по крайней мере, про них эта теория может быть развита Вот Теперь, значит, вот у меня Вот у меня, собственно Сформулировано, что означает Что элемент имеет однозначное разложение на множители Заметьте, что Ну, как бы, по сути До настоящей однозначности здесь достаточно далеко Да То есть мы говорим, что Можно и порядок поменять как угодно И еще Можно Вот эти вот два ассоциированные То есть отличаются на Какой-то элемент из кассы звездой На обратимый элемент Вот То есть Получается, что Однозначность разложения на множители Она весьма специфична Но ничего большего потребовать нельзя Потому что Во-первых Произведение элементов кольца Коммутативно Поэтому менять порядок мы в любом случае можем Это всегда Как бы ничего с этим не поделаешь А во-вторых, если Брать Несколько элементов отсюда Которые в произведении дают один И напихать их вот сюда Вот П1 умножить на первый из них П3 на второй из них П7 на третий из них То получится То же самое число, естественно Да, потому что Вот они же произведение один давали Но в результате мы можем Вот в этих Новых простых числах Не узнать старые, да Мы можем Блин, ну разве это То же самое простое С точностью до умножения На обратимый Сразу не видно, да Но вот тем не менее Если мы говорим Что однозначное разложение Это значит, что Никак по-другому Записать число нельзя Только путем манипуляции С порядком со множителей И напихиванием в них Обратимых Все И вот здесь, собственно Утверждается это что? Утверждается, что А, единственным образом Раскладывается в произведении простых Если вообще хоть как-то Раскладывается И если И если не может быть Двух разных Принципиально разных разложений Вот То есть любые два разложения На самом деле состоят Из одного и того же числа Простых И можно их попарно Разбить на Ассоциированные Вот Ну вот И, наверное, понятно Теперь что будет От А3, да Что такое от А3? От А3 Это что? К Значит В К Выполнена От А Если Любой элемент А из вот этого Вот Я бы сказал Так, из нижнего блока Здесь Из нижнего блока Здесь То есть За вычетом нуля А также Класса К Со звездой Обратимых Любой элемент Единственным образом Ну Любой элемент Обладает Свойством от А2 Обладает Единственным разложением То есть Для него Выполнена от А2 Вот Полная Теперь Вы как бы Все Знаете Про основную теорему арифметики В смысле формулировки То есть Что это такое? Это, во-первых Утверждение Что любой элемент Раскладывается А как могло быть иначе? Давайте подумаем Как могло быть иначе? Вот я беру элемент А И Говорю Он Такой Или не такой? Ну если он такой То приехали Да? Вот вам разложение А равно А Хорошо Если он не такой Значит у него есть Какие-то еще делители Да? Я их вычленяю Я пишу А равно А1 Уножить на А2 Хорошо А1 А2 Они такие Или не такие? Ну если они такие Мы закончили А равно 1 А2 Может быть Один из них такой Другой не такой Тот который не такой Смотрим А2 Равно Например А3 На А4 Тогда получается А равно А1 А3 А4 О Они все уже такие Простые Все Приехали А А что Вот Какая еще Формальная альтернатива Может быть? Да К сожалению Свойства Которые выписаны Вот здесь Ассоциативное Коммунитативное Целостное С единицей Значит Кольцо Не гарантирует Что этот процесс Остановится Но примеры Довольно причудливые Можете помучать Митю Он в этом Въедался В это все дело Можете его Помучать Какие-нибудь Примеры колец Где-то бесконечно Идет 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 Наращивание Этих простых Ну как простых Ну не простых Просто ты делишь 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 Они все делятся На что-то Делятся Делятся И делятся Ну вот На самом деле Аномалии Много разных Построено Есть целый класс Ученые Математики Делятся на две категории Математики Типа Гильберт И математики Типа Вейль Ну вот Это там Два таких Существенно Разных класса Математиков Давайте я вам Чуть-чуть Пофилософствую Вот Математики Типа Гильберт Говорят Все Мы ведем систему аксиом Вот ведем и все Из нее все выведем Вся математика Это формализуемая наука Физика тоже Да и геометрия тоже Да и вообще все Химия и биология Это вот такой Классический Это Лаплас Гильберт Значит А математики Другого типа Это математики Типа Вейль Или Арнольд Владимир Игоревич Наш Которые говорят Математика Это то, что мы видим Аксиомы вторичные Они нам упрощают работу Конечно упрощают Мы не можем Исходить из кучи верных утверждений Которые мы везде Пронаблюдали Желательно взять Сколько-то Ну Взять Сколько-то Утверждений Базовых И из них остальные Вывести Просто чтобы у нас В голове Это уложилось нормально Так вот Математики Первого типа Очень любят заниматься Вот этой всей Как бы это сказать Вот А вот зависит ли Эта аксиома От этих Да А можно ли Ой Давайте построим Пример в кольца В котором там Не знаю Вот 58 разных Разложений На множители Или что-то в этом духе Да Давайте построим Элемент кольца В котором Вот это бесконечно Все раскладывается 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 Да А математики Типа Гильберта Ивели Говорят Эти кольца Они все равно Вымышленные Конструкции Нашего мозга А реальное Что мы видим Это по множеству Комплексных чисел Там все хорошо Там заведомо Все хорошо Там есть Модуль Там ну как бы Там определен Для многочленов Есть степень Ну в общем Есть какие-то факторы Которые гарантируют Вам пункт А О пункт 1 Для нормальных Колец Которые взяты Из нормальной жизни Я принадлежу Я сразу говорю Я здесь не над схваткой Я принадлежу Школе Вейля И Арнольда Только ей Аксиоматическую теорию Я рассматриваю Только как инструмент Для вывода Но никак не Самая интересная цель Вот Я нисколько не нападаю Там у меня Многие друзья Живут в той парадигме Вполне Ну по той парадигме Был нанесен Страшный удар Ядерный С помощью теоремы Гёделя О неполноте Но об этом Расскажет Мусатов Если у вас есть такой курс Может быть Есть А уже Вот То есть на самом деле Гильберт Пребывал последние годы Своей жизни В страшной депрессии Потому что теорема Гёделя Полностью зачеркнула Его планы А Лаплас до нее Не дожил Вот То есть в принципе Похоже что жизнь Сама указывает Кто прав здесь Но тем не менее На самом деле Это же не до конца Прав Ну как Некоторым людям Просто интересно Разрабатывать Подчищать вот эти края Подчищать края Ну как бы Пусть подчищают Вот Но это я все оправдываю Почему я вам не могу Сейчас привести пример кольца Где это происходит Я не помню его И никогда этим не интересовался Но безусловно Эти кольца существуют Где ты делишь 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 Ну и все Все время делится Вот Ну вот Значит В следующий раз Митя расскажет вам Почему В так называемых Евклидовых кольцах Этого феномена Быть не может И пункт А гарантирует Ну на самом деле Все три гарантированы Ну по крайней мере Значит Первый сразу же Выводится из Евклидовости Ну и остальные Тоже в общем Выводятся из Евклидовости Но Я вам расскажу Большую часть Этого вывода Сегодня А именно Я буду Выводить Основную теорему Арифметики Из некоторого Утверждения Которое пока Будет в черном ящике И будет выведено Из Евклидовости Тоже Утверждение такое Для любых Утверждение Утверждение Не для всех Колец верное Да То есть Вот в тех Кольцах Которых оно верно Если кто-то Гарантирует вам Первое То второе Тоже будет Обязательно Второе Третье То есть Будет Основная теорема Арифметики Если будет разложение Значит Для любых А и Б СК Существует М Н Из К А также Делитель Двух Этих Чисел Общий делитель Д Такой Что вот этот Общий делитель Конкретно Этот общий делитель Оказывается Представим Вот в таком виде Можно это назвать Свойство Диафанта Александрийского Свойство Диафанта Александрийского Это уравнение Диафанта Итак Базовый кирпич Для однозначности Разложения На множители Базовый кирпич Это то Что Для любых Двух элементов Кольца Можно Предъявить Их делитель Некоторый Общий Который Выражается В таком виде Вот это будет Следовать Из Из Евклидовости Но Мне нужно Только Это свойство Я сейчас Из него Выведу Снутерем Арифметики Понятно По крайней мере Формулировка Понятно Что дальше Происходит Смотрите Что дальше Происходит Если у вас Есть какой-то Еще делитель То Д Гарантированно На него Уже делится Если Какой-то Общий делитель А и Б Есть Потому что А делится На Д Штарих Б Делится На Д Штарих Значит Вся Правая Часть Делится На Д Штарих И Значит Д Делится На Д Штарих То Этот Делитель Который Таким образом Представлен Он Обладает Очень Внушительной Силой Он Делится На Любой Другой Делитель В частности В целых Числах Ну В натуральных Это Будет Значать Что Он На Больший Правда Но В каком-то Смысле Он Будет На Большим И В Эвклидовых Кольцах Эвклидовые Кольца Это Как Целые Только Там Ну Как Есть Модуль В целых Есть Модуль Вот В Эвклидовых Есть Обобщенный Модуль Он Себя Может По-разному Вести В разных Кольцах Но Идея Такая Что Каждому Элементу Сопоставляется Некоторое Положительное Ну По крайней мере Не отрицательное Точно Целое Число И От делимости Оно Не может Уменьшиться Но Это Чуть позже Расскажет Подробнее Митя Вот Но Суть В том Что Значит В этих Эвклидовых Кольцах Тоже Будет Понятно В каком Смысле Это Наибольший Именно Общий Делитель Но Он Как Не только Наибольший Он Утверждается Большая Мало Что 7 Больше 3 7 На 3 Не делится А Здесь Утверждается Что Этот Делитель Он Просто Делится На Все Остальные Делители Но Это Совершенно Очевидно Из Этого Свойства Если Это Свойство Выполнено Это Так Вот И Значит Когда-то Мы Дойдем До Языка Теории Идеалов Но Пока Я думаю Что Я не буду Грузить Вас Этими Идеалами Или Вас На Семинар Грузили Ну Хорошо Нужно Постепенно В школе Вилья Арнольда Формализм Должен Постепенно Возникать Он Не Может Быть Вывален Сразу А В школе Значит Соответственно Лапласа И Гильберта Первая лекция Это просто Набор Из Миллиона Определений Совершенно Непонятные Еще Пока Объекты Неощутимые Вот И у нас Так Алгебру Вели Было Очень Трудно Определение Определение Теоремы Определение Теоремы Определение Теорема Надо Примеры Блин А я ничего Не могу Понять Ну Вот Пример Понимаю А при чем Тут Вот Это Все Да То есть Нет Как-то Либо Я Тупой Наверное Может Рассчитывали На Людей С более Высокой Австракцией В общем Мне Очень Трудно Давалось Алгебра Я Далеко Не С Первого Раза Все Понимал Сдавал Вот Но Полюбил Ее Крепко Когда Понял Что Ее Надо По-другому Просто Излагать Ее Надо Излагать Из Живых Задач Тогда Она Будет Постепенно И Понятна Она Действительно Очень Сложная Но Просто Если Постепенно То Нормально Так Что Пока Без Идеалов Будем Жить Жить Без Идеалов Так Да Вот Так Вот Как Из Этого Так Еще У Нас Сколько Времени До Перерыва Так Хотя Я Итак Итак Поехали Лема 1 Если А Умножить На С Делится На Б При Этом А И Б Взаимно Просты Помните Для Гауссовых Но Не важно Для Любых Элементов Кольца Мы Говорим А И Б Взаимно Просты В том Итог В том Случае Когда Их Делители Их Только А Со Звездой То Есть Все Обратимые Вместе С ней Вот Ну Опять Ж Обратимые Любой Паре Но Вот Если Больше Никаких Общих Делителей Нет Мы Говорим Что Взаимно Просто И Вот Что 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 Я Я Тут Напишу Тогда Догадываетесь Конечно С Доказательство С Согласно Вот Этой Леме Существует Какой-то Их Общий Делитель Дельта Например Да Который Равен АМ Плюс Б Н Но Это Вот Утверждение Гарантирует Нам Что Для Некоторого Делителя Существуют Такие М и Н СК Что АМ Плюс Б Н Равно См Делитель Но Вот Это Свойство Гарантирует Что Делитель Только СК С С С С С Поэтому Можно Домножить На Дельта Минус Первый И получится Один Равно А Умножить На Н Дельта Минус Первый Плюс Б Умножить На Н Дельта Минус Первый Дельта Минус Первый Элемент Кольца Правда На После Замены М Дельта Минус Первый На М И Н Дельта Минус Первый На Н Будет Просто АМ Плюс БН Равно Один Ну Просто С таким Выражением Гораздо Легче Работать Чем Когда Как Это Дельта Не Вот Ну Теперь Мы Пишем АМ Плюс БН Равно Один Умножаем На С И В общем То Все Готово Потому Что А С По Условию Делится На Б Да Ну А вторая Часть Она И так Делится На Б Потому Что Является Его Кратным Значит Левое Все Делится На Б Значит С Делится На Б То То есть С Делится На Б Все История Завершена Так Лема 2 Если П Простое И А Не Делится На П То Из Из А А Умножить На Б Делится На П Следует Б Делится На П Здесь Нужно Понять что а не делится на п и п простое да давайте тут напишу доказательство ну она совсем простое тоже да если п простое и они делятся на п то а перпендикулярно п занято просто так давайте сделаем маленький контроль поднимите руку кому это очевидно так давайте еще раз тогда чуть-чуть повторю значит смотрите ну первая строка понятно да чисто формально взял умножим на c и все теперь что со второй пусть п простой а на него не делится давайте посмотрим какие могут быть у них общие делители у п вот два набора делителей к со звездой и те которые ассоциированы с п какие бы ни были у а делители вот эта группа не может быть делителями а иначе а делилась бы на п а у нас по условию а на п не делится значит среди их общих делителей вот этой группы быть не может а так как п простой это остается только эта группа а значит а и п взаимно просто то есть грубо говоря это такое ну как можно так запомнить как мантру да мы ее доказали может перезаполнить как мантру если в кольце какой-то элемент не делится на простой то он с ним взаимно просто потому как вот у простого только две группы делители и одна из них таким образом запрещается из-за того что элемент не делится на на него а значит остается только та группа ну а дальше все как все из этого следует да то есть дальше раз а и п взаимно просто то теперь из этого следует чтобы делиться на п силу предыдущей строки так да значит следствие это следствие да 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 то и все и и все применим применяем л1 так л3 это переформулировка логическая переформулировка л2 логическая а именно если а и б не делится на п и п простое то а умножить на б не делится на п это логическая переформулировка предыдущего шага предыдущий шаг если а не делится на п то из а б делится на п следует б не делится на п а значит если мы этот угол отрежем то а б не может делиться на п да то есть отрезали возможность а делиться на п отрезали возможность б делиться на п и значит соответственно никак не возможно что а б делиться на п чисто логическая переформулировка так ну то есть смотрите что мы получили? Мы получили то, что про целые числа хорошо знали и чувствовали с детства, что делимость на простое число не рождается при умножении. Делимость на 100 рождается при умножении. 50 умножить на 4 равно 200. 50 не делилось на 100, 4 не делилось на 100, 200 делится на 100. А делимость на простое число не рождается при умножении. Если не делится два частотой произведения. L4 это индукционное следствие, что если α1, α2 и так далее, αR не делится на P, то их произведение тоже не делится на P. Правда? Ну, переформировал просто, да? Вот. Хорошо. Что теперь мы делаем? Мы доказываем от А2 для всех элементов А. Рассмотрим любой элемент А. Пусть мы пронаблюдали что-то в этом духе. Так? То есть пусть есть два разложения. Про первое еще раз, да? Мы считаем, что это будет выведено про все наши кольца, что первое выполняется. Какое-то разложение есть. Предположим, что есть где-то два разложения. Тогда логически существуют два... Две возможности. Первое. Что здесь есть какой-то элемент, ассоциированным с каким-то элементом здесь. Вторая возможность, что ни один из элементов здесь не ассоциирован ни с одним из элементов здесь. То есть вот эти классы у всех слева и у всех справа совершенно различные. Ну, в смысле, у всех слева могут быть неразличными. Тут могут быть произведения двух одинаковых. А даже трех одинаковых. Но вот в этом наборе простых и в этом никаких пересечений нет. То есть одно из двух. Либо пересечения есть, либо нет. Правда? Что мы делаем, если пересечения есть? Делим. Так. Ну, если бы после этого разложения стали одинаковыми с точностью доассоциированности, то они и были одинаковыми с точностью доассоциированности очевидным образом. То есть если два ассоциированных есть, мы делим, остается какой-то там... Это какой-то обратимый элемент, который может засунуть любой из простых оставшихся. Соответственно, если все-таки это два разных разложения, то уж извините, значит, после сокращения на ассоциированные они останутся разными разложениями. Так, дальше делим. Дальше делим. Пока делится, да? Но в данном случае у нас уже исходим мы из конечного какого-то списка, поэтому это до бесконечности продолжаться не будет. В отличие от элементов, когда мы начинали раскладывать в каких-то совсем безумных кольцах, могло быть бесконечное выделение простых-простых. Здесь уже предположено, что есть два конечных разложения и что они совпадают. Ну, тогда путем сокращения попарного сокращения на ассоциированные и вот этих вот вылезающих обратимых элементов из кассы звездой мы их как бы, ну, суем в любые из простых, которые там есть. Ассоциирование это никак не влияет, да? Так работает отношение эквивалентности. Значит, соответственно, в конце концов, к чему же мы приходим? Какому-то ас-волной с каким свойством? Ну, либо здесь и здесь полностью не пересекаются наборы. То есть, когда мы все пересокращали, что только могли, на каком-то шаге возникнет либо обратимый, который, извиняюсь, равен к произведению нескольких простых, что невозможно, да? Потому что иначе у нас единица будет делиться на простое число, а мы сразу простые мы рассмотрим только в этих группах, да? То есть, если в одном месте сократились все простые, то в другом, естественно, тоже сократились все простые, потому что иначе это противоречит самой конструкции простого числа. А если остались здесь и здесь не пустые наборы, то они никак не пересекаются друг с другом, даже с точностью до ассоциированности. То есть, иными словами, если бы для какого-то элемента кольца, если бы хотя бы для одного элемента кольца не была выполнена от А2, ну, то есть, это с натерием арифметики, то для некоторого элемента кольца она была бы не просто не выполнена, а было бы два абсолютно разных разложения на простые множители абсолютно разных, то есть, ни одно простое число из первого набора не ассоциировано ни с одним из второго набора. Так? Договорились? А теперь глядите. Возьмем, например, Q1. Ну, например, P1 и Q1 это не ассоциированные простые, следственно, P1 на Q1 не делится, капитан очевидность говорит, да? Не ассоциированные простые. Простые делятся только на вот эту группу, которая вообще здесь не при делах, и на свою группу ассоциированных. Соответственно, ни на какие другие не делятся, значит, на Q1 делиться не может. А P2 может делиться на Q1? Тоже не может, тоже не ассоциировано, да? И вот получается, что ни одно из вот этих чисел не делится на Q1. Но произведение-то делится, это же ассоциированный, ассоциированный с волной, которая прямо вот конкретно записана в виде Q1 и умножит на что-то. И вот наступает противоречие. Согласны? Согласны с наступившим противоречием? Все, основная теорема арифметики завершена. То есть, если есть свойства от А1 и вот это свойства, то в кольце наличествует однозначное разложение на простые множители. Ну, а оба свойства будут гарантироваться свойством евклидовости, и об этом в следующий раз расскажет Митя. А я сейчас замечу, что в целых числах это гарантировано. Даже я даже не знаю. Поднимите руку, кто знает строгое, кто, ну, как бы, кто, да, уверен, что знает, ну, или просто, не важно, короче, кто знает строгое доказательство этого в целых числах в обычных. Давайте я тогда проведу, слишком мало. Вы простите меня, ладно, что я повторюсь. Значит, я просто проведу рассуждение, ну, может, вы его знаете, может, не его. Я его рассказываю школьникам всегда, школьникам в таком виде. Есть кузнечик, он прыгает, он прыгает, может прыгать на А и на Б. У него вот два варианта прыжка. Прыгать в любую сторону может, на А и на Б. Ну, и вопрос, в какие точки он может попасть. Вот давайте рассмотрим множество всех точек напрямой. Да, мы, еще раз, мы перешли в обычные наши целые числа, в самое привычное, что только есть на свете, да, самое простое и понятное. И вот, 0, 1, 2, минус 1, минус 2, и они поехали в разные стороны считаться, значит, эти простые числа. И есть прыжки А и Б. Вот А, допустим, и, скажем, Б. Б. Значит, что дальше происходит? Мы рассматриваем множество точек попадания. Вот такой математический объект. Рассмотрим. Множество точек попадания. Ну, это, это, это когда я рассказываю для 4 или 5 классников. Ну, а для вас я просто пишу, что это множество всех. Вот такого вида, правда? То есть, я смотрю, куда может прийти кузнечик, прыгая несколько раз влево-вправо. Это просто означает, что А нужно умножить на какое-то целое число и прибавить Б умножить на какое-то целое число. Правда? Ну, вот это множество точек попадания, значит, очевидно, что оно симметрично относительно нуля и ноль содержит, да? Ну, ноль, потому что можно никуда не прыгать просто, а симметрично, потому что можно наоборот проделать. Мн заменить на противоположное, короче говоря. Вот. Рассмотрим теперь самая маленькая D больше нуля, принадлежащая этому множеству. Можно, конечно, как-нибудь обозначить, но может мне не понадобится ничего обозначать. Вот. Итак, рассмотрим самая маленькая, которая только может быть кузнечиком достигнута. Положительная, самая маленькая. Значит, вот это вот, вот это вот то, что здесь есть, это называется мертвая зона, да? В нее кузнечик никак не сможет пропрыгать. Никаким образом. Никакой алгоритм не может его перевести в мертвую зону по построению точки D. Теперь вопрос. Какая следующая точка попадания кузнечика направо? 2D. Правильно, 2D. Раньше не бывает, потому что, если вы умудрились как-то попасть сюда, то вы от этой точки отсчитываете алгоритм, который вас на D переводит. Правда, да? Вот вы умеете на D, делаете этот алгоритм только в обратную сторону и стартуя из зеленой точки, куда вы смогли попасть. То есть предположение, что вы попали куда-то между D и 2D приводится к противоречию, потому что тогда, стартуя из этой точки и в отрицательную сторону, разыгрывая вот это попадание в D, вы попадаете между 0 и D, что невозможно по построению. Значит, если D самая маленькая, то следующее 2D. А дальше? 3D. А дальше довольно понятно, что мы не можем избежать попадания вот в эти две точки, потому что понятно, что теперь на самом деле попадание возможно только в кратные D, просто в силу того, что я сказал, это на самом деле называется деление с остатком. Если куда-то еще попали, раз, раз, отсчитали налево. То есть мы видим, что мы можем попадать только в кратные D, в них и только в них. Попадание в любую точку внутри этих кратных автоматически с помощью деления с остатком дает вам попадание куда-то между 0 и D, что противоречит выбору D. А значит множество попадания это множество кратных D, а следовательно A и B являются кратными D. Значит, множество попадания это множество всех кратных D. Отсюда A и B делятся на D. Все доказано. То есть мы доказали как бы обратно, мы от обратки мы взяли самое маленькое, которое в таком виде представляется и доказали, что это является делителем. мы не искали среди делителей, не перебирали, мы просто взяли самое маленькое и доказали, что он и есть делитель. И все доказано для целых чисел, тем самым верна основная терема алифметики. После этого все понятно. Но пункт, этот пункт понятен, что целое число вы просто берете и раскладываете на множители. Каждый раз у вас уменьшается размер этого множителя, а натуральное число уменьшать бесконечное количество раз нельзя. Поэтому от A1 здесь гарантированно по очевидным соображениям, а от A2 мы сейчас вывели из вот этого свойства, которое только что доказали. Следовательно, в Z верна основная терема алифметики. Вот. Хорошо. Давайте я все-таки теперь уже можно скажу, что значит, вот это вот скажу все-таки, да, значит, идеал, все, идеал, приехали. Идеал И внутри К это такое подмножество подмножество И из К. Вот сейчас я могу это, потому что я уже привел пример идеала и сейчас я как бы от него в формулировке формального определения идеала я буду базироваться на том, что мы только что увидели с вами. Мы увидели идеал. Это как раз точки попадания все, множество точек попадания. Итак, это такое множество И из К, что И Абелева подгруппа по сложению подгруппа К по сложению это первое свойство. И второе свойство, что для любого вообще Икс из К Икс умножить на И по Минковскому то есть все произведения лежит то есть если я возьму любой вообще элемент кольца и домножен на элемент идеала, то я остаюсь внутри идеала. Никуда не могу покинуть идеал. Это как черная дыра, понимаете? черная дыра. Знаете, что такое черная дыра? Ну, я сам не знаю. Но все говорят, кто куда все уходит и ничего не выходит. Свет не может вырваться из нее, потому что первая космическая скорость для черной дыры выше скорости света. Вот. Но вот как бы все туда сваливается. Вот идеал это черная дыра. На что не умножая остается внутри идеала. Вот. Ну и вот множество точек попадания естественно является идеалом, очевидно, потому что ну сумма таких выражений имеет такой же вид, правда? Ну и если я домножу на любое число, это все равно, что я m и n домножил на это число и поэтому тоже такой же вид. Ну или там умножил на 3, значит троекратно произвел алгоритм попадания в какую-то точку. Соответственно, множество точек попадания идеал. А здесь сформулировано важнейшее свойство и в клиновых колец о том, что все идеалы главные. Значит, это вот называется главный идеал, да? Главный идеал, главный идеал это идеал вида а умножить на к по Минковскому. То есть множество всех кратных элементов а из кольца. Ну, по очевидным причинам это идеал, да? Сумма кратных элементов а выносится за скобку, да? Ну и если умножить кратное а на какое угодно, то это тоже остается кратное а. Поэтому главные идеалы, естественно, идеалы, а утверждается, что в кольце, в котором вот это свойство выполнено, никаких других идеалов не бывает. В нем только главный идеал. Вот, так сказать, по сути, я это здесь вывел. Вот. Ну вот, в кольце целых чисел тем самым все идеалы главные и это гарантирует однозначное разложение на множество. А вот в произвольных подножках комплексных чисел, которые являются кольцами, там бывают соответственно совершенно разные идеалы, не главных куча разных идеалов. Там вводится там некоторая эквивалентность на множество идеалов. Такая теория идеалов. Там два идеала эквивалентны, если они при домножении на различные элементы совпадают друг с другом. Вот. Такие вот это отношения эквивалентности, там классы соответственно по этой эквивалентности называется группа классов идеалов. Ну в общем или это не группа, сейчас я могу сказать, так, я сейчас проявляю некоторую математическую неграмотность. Ладно, я тогда в эту сторону не буду продолжать. Но в общем суть в том, что для произвольных колец рассматриваются вот эти различные классы идеалов и далеко не все идеалы главные и соответственно падает основная тюрьма арифметики падает в этом причина. Так, ну а мы живем в z сейчас некоторое время. Собственно, я думаю, что оставшееся время мы живем в z. давайте я нарисую. Так, мы как до 30 можем работать минут? Нормально? Так и есть, да, до 30? Пара заканчивается. Или вообще во сколько заканчивается формально пара? 25, да? Ну давайте чуть-чуть, да, подольше, чуть-чуть, капельку. Давайте все сотру, все. У нас постепенно складывается некоторая картина. Важно, чтобы она постепенно вот это самое, когда мы начнем изучать всякие уравнения, чтобы она уже была довольно цельной. Это картина. Вот. Ну а сейчас мы берем и рисуем. Ну, ну, значит, таблица, короче говоря, m любое число. Но только больше единицы. Иначе неинтересно. Мы сейчас будем рисовать таблицу остатков. Ну и если я говорю о сложении остатков, то ничего интересного не происходит. Правда? Ничего интересного не происходит. Сложение остатков во всех таких таблицах выглядит совершенно одинаково. Первая такая, вторая 1, 2, 3, и так далее. 0, да? И 0 начинает гулять вот так вот как бы по вот этой диагонали идти. 2, 3, 4, и так далее. 0, 1. m-1, 0, 1, 2, и так далее. m-2. Ничего интересного. Очевидно, группа при всех m по сложению. Вот эта вот группа, ну, самая простая, которая бывает на свете группа, циклическая группа по модулю m. Есть элемент 1, мы его складываем m раз, получаем 0, и, значит, эта группа реализуется как остатки от деления на m. Все свойства группы очевидны, 0 нейтральный элемент, минус а, это m-a остаток, да? Ну, в общем, тут не о чем говорить. А вот с умножением есть о чем говорить, очень интересно. Значит, с умножением бывают два вида ситуаций, вот давайте я нарисую их, причем, чтобы не было чувства, что одна ситуация связана с четными, а другая с нечетными, я хочу нарисовать обе таблицы связанные с нечетными числами. Вот это вот будет таблица связанная с числом 9 по умножению. Вы понимаете, что 0 я выкинул, потому что неинтересно, да? Число делящееся на 9 при умножении на любое число дает число делящееся на 9, поэтому в первой строке, в первом столбце были бы сплошные нули, и это было бы неинтересно. А вот что происходит у других? Мы что-то строили в тот раз или нет? А, уже строили. Блин, я понятно, у меня значит некоторый старческий склероз. Так, и вот до 6 здесь. А мы другие или те же строили? Мы строили четные и нечетные. А, четные и нечетные строили. А, ну отлично. А сейчас вот построим два нечетных и посмотрим на их, значит, характеристики. Что с ними так, а что не так. Вот это по модулю 7 по умножению это по модулю 9. Так, ну давайте 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6, дальше что? 1, 3, 5, да? То есть, прибавляется каждый раз двойка, а в этой строке будет прибавляться тройка. это 3, 6, 9, это 2, 5, 8, это 1 и 4. Дальше. В силу того, что m минус a умножить на m минус b равно a, b плюс кратное m ой, k это кольцо, m на l понятна центральная симметричность всех таблиц. То есть остаток дополняющий до a умножить на остаток дополняющий до b всегда дает то же самое, что просто остаток a умножить на остаток b. Вот. В силу вот этого замечательного свойства. Ну, там, что будет? a, b минус a, m минус b, m плюс m квадрат. Но это все делится на m, да? Поэтому с точки зрения остатков умирает. Поэтому как остатки будет совершенно симметрично относительно центра. Значит, центр в нечетном случае это прям вот такое перекрестье. Вот. Соответственно, здесь будет 4, 1, 5, 2, 6, 3. Тут 5, 3, 1, 6, 4, 2. И тут все подряд в обратном порядке. Вот. А вот тут происходят всякие интересные безобразия. 2, 4, 6, 8, 1, 3, 5, 7. Пока никакой разницы нет. А что происходит с тройкой? Диктуйте. Дальше. Дальше. 3, 6. Отлично. А с четверкой? 4, 8, 3, 7, 2, 6, 1, 5. Правда? Переворачиваем. 5, 1, 6, 2, 7, 3, 8, 4. С шестеркой? 6, 3, 0, 6, 3, 0, 6, 3. 7, 7, 5, 3, 1, 8, 6, 4, 2, и с восьмеркой? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Так, В строке нет нуля. Второе. В строке есть единица. Третье. В строке есть все ненулевые остатки. Ну, да, по одному разу. Ну, в общем, понятно. Понятно, что по одному, как же, может быть, по два? Их там не хватит просто, если по два. Если все ненулевые, то по одному разу, запятая, очевидно. Вот. Так. Значит, вот эти три свойства довольно очевидно друг другу эквивалентны. Довольно очевидно друг другу эквивалентны. Ну, давайте. Вот. Это на дом. А 4, я с этого, ну, я вообще с этого всего начну. В следующий раз начну с этого. 4. Значит, мне нужно здесь вот эту строку как-то назвать. Ну, как, назвать номером строки, да, то есть остатком отделения. В строке номер А есть 0, в строке номер А есть 1, в строке номер А, ну, короче, номер А, есть все ненулевые остатки, четвертая, А перпендикулярно М. Все. Вот четвертое свойство, которое полностью им эквивалентно. ну, собственно говоря, на самом деле нам, да, нам надо это доказывать. Ну, вообще, после того, что вот здесь мы проделали, вот здесь, уже, наверное, уже, наверное, очевидно, уже, наверное, очевидно. Что значит А перпендикулярный М в терминах вот того, что мы сейчас проделали? Что А умножить на какое-то целое плюс М умножить на какое-то целое равно 1, правда? И это мы доказали и вывели. Но тогда, если я Х приведу по модулю М, то это будет остаток какой-то. И в этом остатке, вот в этой строке с номером таким, и, то есть в этом столбце с номером Х, по модулю М, и в строке с номером А на пересечении возникнет что? 1. Потому что вот это все делится на М и на остаток не влияет. Вот. Поэтому для любого остатка взаимно простого с М существует другой какой-то остаток взаимно простой с М при умножении на него дающий 1. Согласны? Поэтому у таких будет единица, из этого легко вывести все остальные свойства, не будет нуля, будут все разные по одному. А если остаток не взаимно прост с М? Вот скажем, А делится на Р и М делится на Р. Смотрите, что сразу я могу написать. Тогда А умножить на М, деленный на Р, равно очевидно нулю. М делится на Р, значит, М можно поделить на Р. При Р больше единицы, М делить на Р будет остатком а деления на М. Каким-то. Меньшим М, да? Числом, то есть остатком. Соответственно, я могу рассмотреть этот остаток, и это то же самое, что А делить на Р умножить на М, то есть 0 по модулю М делится на М. То есть если есть общий делитель у А и М, то я беру номер столбца М делить на Р, и по причине, что А делить на Р это целое число, получаю, что получается 0 на пересечении этих двух. Строки А и столбца М делить на Р. Получается 0, то есть в строках невзаимопростых с М точно будут проблемы. Ну, то есть будут нули, не будет единиц, и будут встречаться не все, а только некоторые из остатков. Ну, вот это устройство, система остатков, мы с этого места начнем. Через две недели мы начнем с этого места, и следующая наша цель это знаменитая теорема Эйлера, теорема Эйлера и малая теорема Ферма, которая из нее сразу следует. Это следующие наши дела, заодно расскажу про РСА, если вам еще никто не рассказывал про передачу данных. Или рассказывали? Нет, отлично, супер. Все, значит, тогда мы с вами прощаемся до 26 февраля. 19-го все будет, будет вести Ильинский, вот, и будет вести в 10.45, да? Все остальные тоже будут в 10.45, а в 10.00 всех желающих жду в 403 КПМ, кто хочет со мной просто поговорить про программу, там, поспрашивать или пожаловать на что-нибудь, в общем, в 10. То есть, начиная, начиная с 10.00, я буду в КПМ 403 присутствовать и ждать посетителей, либо если их не будет, ничего страшного не произойдет, у меня много чего есть делать, вот, то есть я буду там, а потом, соответственно, ну, где-то в 35 минут, ну, давайте там, с 10 до 10.30 можно приходить, дальше уже сюда отправлюсь, вот, и надеюсь, больше опаздывать не буду, я все время немножко недооцениваю, сколько там времени нужно это взять, это найти, я еще листал номер аудитории, полностью забыл, листал журнал, искал соответствующее число, где написано, какую аудиторию я неделю назад снимал, чтобы вспомнить, какую снимать сейчас, вот, вот так, ну и, да, может быть, я не знаю, может быть, это слишком медленно, как скорость восприятия, я просто пытаюсь, чтобы это было понятно максимально,